Издательство «Миф» представляет. Йона Бергер. Заразительный. Психология Сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными. Читает Илья Сланевский. Посвящается моей матери, отцу и бабушке. Спасибо, что всегда верили в меня. Введение. Почему вещи входят в моду. К моменту переезда в Филадельфию в марте 2004 года Говард Вейн уже имел большой опыт работы в гостиничной индустрии. Он получил степень MBA в гостиничном хозяйстве, способствовал отдельной сети Starwood Hotels в запуске бренда W и управлял миллиардами долларов дохода в качестве корпоративного директора ресторанной службы Starwood. Но хватит крупных дел, решил он. Ему хотелось чего-то покомпактнее, ресторанного бизнеса, например. Так что Говард переехал в Филадельфию, чтобы помочь разработать и запустить новый эксклюзивный стейк-хаус под названием Buckley Prime. Концепция была проста. Buckley Prime должен был стать лучшим стейк-хаусом, который только можно себе представить. Ресторан расположен в фешенебельной части центра Филадельфии. Вход выложен мрамором, освещение приглушено. Вместо стульев гости отдыхают на плюшевых диванах, расставленных вокруг мраморных столиков. В изысканном меню большой выбор свежих морских деликатесов, в том числе устрицы с восточного и западного побережья, и черная икра, а также картофельное пюре с трюфелем и палтус, пойманный на крючок и за ночь доставлены службой Фидекс прямо с Аляски. Однако Вейн знал, одной только хорошей еды и отличной атмосферы недостаточно. В конце концов, закон бизнеса создавать то, что сделает ресторан заметным на фоне других. Недаром более 25% заведений становятся банкротами в первый год, а еще 60% закрываются в течение трех лет со дня открытия. Рестораны прогорают по разным причинам. Расходы высоки. Все от тарелок до труда, вложенного в приготовление, и подачу того, что нужно положить на эти тарелки, стоит немало, а вокруг полно конкурентов. На каждое новое американское бестро в крупном городе всегда найдется парочка уже работающих за углом. Как и большинство небольших компаний, рестораны сталкиваются с огромной проблемой. Им надо стать узнаваемыми. Опубликовать небольшую заметку о том, что открылся новый ресторан, уже недостаточно. Надо еще написать, почему его стоит посетить. У крупных гостиничных сетей, где раньше работал Вейн, есть деньги на обширную рекламу или маркетинг. У ресторанов таких средств, как правило, нет. Их успех зависит только от мнения посетителей. Вейн знал, ему нужно создать шумиху. Филадельфия может похвастаться десятками дорогих стейкхаусов, и Бакли Прайм должен чем-то выделиться. Нужно найти изюминку, которая способствовала бы ощущению, что бренд уникален. Но что это может быть? Как заставить людей говорить о ресторане? А как насчет чизстейка за 100 долларов? Обычные фили чизстейк всего за 4-5 баксов можно купить в сотне закусочных, бургерных и пиццерий по всей Филадельфии. Приготовить его несложно. Порежьте стейк на сковороде, положите его в продолговатую булку, сверху на мясо добавьте небольшое количество расплавленного сыра проволона или сырную заправку чизвиз. Получится вкусный фастфуд. Безусловно, неизысканная кухня. Вайн подумал, он сможет привлечь внимание общественности, подняв скромный чизстейк на новые кулинарные высоты и соответствующим образом увеличив его стоимость. Он начал со свежеиспеченной булочки бриошь, смазанной домашней горчицей, добавил тонко нарезанную идеальную мраморную говядину, а затем включил в состав карамелизованный лук, очищенные помидоры элитных сортов и тройную порцию сырного крема «Таледжио». Композицию завершали очищенные черные трюфели и хвост американского омара, отваренный в кипящем масле. А чтобы сделать блюдо еще более роскошным, Вейн решил подавать его с маленькой бутылочкой охлажденного шампанского «Вдова Клико». Реакция была невероятной. Попробовав сэндвич, люди бросились рассказывать о нем другим. Кое-кто предположил, что была нанята специальная группа для распространения нелепой выдумки под видом правды. Кто-то отметил, что сэндвич действительно невозможно описать. Никто не может соединить все эти ингредиенты, каждый из которых великолепен по отдельности, чтобы получилось нечто приличное, кажется, что ешь золото. Учитывая стоимость сэндвича, аналогия справедлива. Он был почти таким же дорогим, как золото, только гораздо более вкусным. Вейн не просто создал еще один чизстейк, он нашел тему для разговора. И это сработало. Пример стодолларового чизстейка оказался заразительным. Поговорите с любым посетителем Бакли Прайм. А чизстейки, скорее всего, упомянут, даже если не заказывали. И даже если никогда не были в этом ресторане, тоже упомянут. Это событие. И событие настолько интересное, что газеты USA Today, The Wall Street Journal и другие средства массовой информации опубликовали заметки о сэндвиче. Discovery Channel снял для своей программы эпизод «Лучшая еда всех времен и народов». Дэвид Бэкхэм, будучи в городе, заказывал его. Дэвид Леттерман пригласил шеф-повара Бакли в Нью-Йорк, чтобы тот приготовил ему сэндвич на вечернем шоу с Дэвидом Леттерманом. А причиной шумихи, ее изюминкой, являлся просто сэндвич. Шумиха помогла. Бакли Прайм открылся почти 10 лет назад. Несмотря на все трудности, ресторан не только работает до сих пор, но и процветает. Он завоевал множество наград в области индустрии питания и год за годом входит в список лучших стейкхаусов Филадельфии. И, что еще важнее, шумиха привела к тому, что Бакли Прайм вошел в моду. Почему некоторые продукты, идеи и стереотипы поведения входят в моду? Существует множество вещей, вошедших в моду. Желтые браслеты «Лайфстронг», обезжиренный греческий йогурт, стратегия управления «6 сигм», запрет на курение, диеты с низким содержанием жиров, затем диета Аткинса, диета Южного пляжа и ажиотаж вокруг продуктов с низким содержанием углеводов. Подобная динамика наблюдается и на местном уровне, только в меньших масштабах. Какой-нибудь тренажерный зал становится модным местом, или новая церковь, или синагога, или идея школьного референдума. Все это примеры социальных эпидемий, случаи, когда продукты, идеи и стереотипы поведения выходят в народ. Все начинается с небольшого круга лиц или организаций и распространяется от человека к человеку, словно вирус. Иногда, как в случае 100-долларовых чизстейков, как вирус запредельно разорительный. Хотя примеры социального заражения найти легко, создать что-либо действительно модное непросто. Даже после вложения огромного количества денег в рекламу и маркетинг, очень немногие разрекламированные продукты стали популярными. Большинство ресторанов разоряется, большинство компаний закрывается, а большинство общественных движений не в состоянии набрать обороты. Так почему же некоторые продукты, идеи и стереотипы поведения распространяются, а другие уходят бесследно? Одна из причин, по которой продукты и идеи становятся популярными, в том, что они на самом деле лучше аналогов. Обычно мы предпочитаем более простые в использовании сайты, более эффективные лекарства, истинные, а не ложные научные теории. Поэтому, когда появляется нечто, предоставляющее больше возможностей, или лучше работающее, люди, скорее всего, переключатся на него. Вспомните, какими массивными были раньше телевизоры и мониторы компьютеров, какими тяжелыми и громоздкими. Чтобы поднять такой по лестнице в квартиру, нужно было просить о помощи друзей или рисковать потянуть спину. Одна из причин популярности плоских экранов в том, что они лучше. Мало того, что у них большая диагональ, так они и весят меньше. Неудивительно, что они популярны. Другая причина распространения продуктов, привлекательная цена. Вполне закономерно, что большинство людей предпочитают платить меньше, а не больше. Так что, если соревнуются два очень похожих продукта, зачастую побеждает тот, что дешевле. Если компания в два раза снижает цены, это, как правило, увеличивает продажи. Реклама также играет большую роль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!